Всем привет, мои хорошие, и с вами я, Светлана Ата. Кто со мной не знаком, я живу в Турции, в городе Мерсини, который находится на побережье Средиземного моря, недалеко от Алании. Я в Турции живу около трёх лет, нахожусь в браке за турецким мужчиной, и у меня есть уже более-менее какой-то опыт, и я могу делать выводы о моём проживании в Турции. Так вот, сегодняшняя тема, да, ещё хочу добавить, что у меня двое детей и трое внуков, самая родом из Батуми, из Грузии. А тема сегодняшней беседы с вами будет «Плюсы и минусы брака за иностранцем». Начнём, как всегда, с плохих новостей, то есть с минусов. Друзья мои хорошие, когда вы выходите замуж за иностранца, то есть вы сами понимаете, что вы покидаете свои родные места, свою родину, своих близких, родных, работу любимую, машину, свой любимый дом, вы всё это покидаете и бросаете, и переезжаете ради счастья в другую страну. Но это такой щепетильный и спорный вопрос. Женщина, я считаю, всегда должна быть счастлива, какая бы она ни была, красивая, некрасивая, но каждая женщина должна быть счастлива по-своему. Ну так вот, мы, значит, бросаем родину, переезжаем в другую страну, и что нас ждёт? Какой минус нас ждёт? Конечно, это одиночество, не то, что со стороны там муж, я не считаю отношения с мужем, это совсем другая сторона. Одиночество в чём заключается? В том, что вы, когда приезжаете, здесь для вас всё новое, вы здесь для всех иностранка, вас никто не знает, вас не знают соседей, вас не знают пока родственники мужа, вас не знают никто. И так вот, у вас здесь нет ни подруг, ни знакомых, ни ваших детей, ни ваших сладких внуков, ни родителей. Представляете, вот это вот очень минус, который надо привыкать к другой жизни. Во-первых, нет у тебя любимой работы, это очень тяжело, когда ты сколько лет работаешь и имеешь, как говорится, свой статус заработала, свою репутацию в городе, на работе. И ты приезжаешь, ты здесь никто, понимаете, ноль. И когда ты начинаешь искать, ещё хочешь устроиться по работе, и у тебя ничего не получается, то это становится действительно большим минусом. Родственники на тебя смотрят с осторожкой. В каком смысле осторожно смотрят? Ну, во-первых, когда женщина выходит замуж после сорока лет, и у мужчины тоже второй, третий брак, то, конечно, они с опаской смотрят, продолжатся, насколько ли их отношения. Не верят многие, конечно. Ну, вот я, например, по себе сужу только, что когда вот у нас, значит, мой муж объявил семье, что он приведёт жёны иностранку, отец сказал «нет» и всё. Сестра старшая сказала «нет». Сестра очень верит Бога, и она сказала, что она не мусульманка «нет» и всё. А мой муж так удивился вообще. Я, говорит, принял решение, и я поступлю так, как надо. И также мой свёк рассказал, что у неё, говорит, она, наверное, хочет выйти, она выходит замуж за тебя ради гражданства. А он сказал «ну зачем мне гражданство, что она будет делать с этим гражданством». В общем, никто не верил, и отец даже дай строго сказал «я не приду к тебе». Представляете? Ну, мой муж взрослый человек, он принял решение и сказал «я знаю, что мне делать». Так вот мои хорошие родственники на тебя смотрят с осторожкой, потому что думают, что ты приехала просто так, ради какой-то выгоды, или ради гражданства, или ради квартиры, или ради денег, и всё. То есть смотрят с недоверием, и нужно какого потратить немалое время, чтобы они тебя полюбили. Вот это у меня так и прошло. Когда мой муж привёз меня сюда, в Мерсин, я ему поставила такие условия. «Я с тобой не распишусь, пока я не познакомлюсь с твоими родителями». И так вот он выполнил мою просьбу, но оказывается, потом он мне рассказал, что он так переживал, какая будет встреча. Потому что я не знала все подноготные. Только сейчас, спустя три года, он мне это всё высказал. Представляете? И поехали с ними знакомиться, с его родителями. И, значит, я переживала не совсем. Ну, конечно, мой муж меня очень много изменил. Стиль одежды и всё, чтобы не было никаких проблем. То есть я вся была такая закрыта. Не то, что руки открыты нельзя. Но более-менее поехали мы к ним домой. И, значит, когда мама его очень тёплая, она мне сразу так приняла. И сестра младшая, мы вновь приехавшие сюда, с ней очень хорошо подружились. Ну, вот старшая осталась сестра и отец. Когда мы поздоровались, значит, отец мне подал руку, и я хотела поцеловать, он мне не разрешил. И я, знаете, ну, тогда я его как обняла, знаете, и обняла, он не ожидал от меня этих действий. Такой расслабился, так заулыбался, так ему понравилось вообще это всё. И, в общем, мой муж вздохнул с такой лёгкостью. А я-то не знала, что меня могло ожидать. В общем, потом я его ещё раз подошла, поцеловала. И несколько раз так было. Я привезла им подарки, они так обрадовались. Так что вот так вот знакомство было у меня с моим свёкором. А моя зановка сначала смотрела, ну, встретила, как обычно во всех семьях, встречаясь с улыбкой. Ну, и смотрела на меня. Ну, я на турецком языке более-менее уже общалась, имела практику, и у меня не было как-то таких проблем при первом знакомстве. Знала, что сказать. Ну, так вот. И вот она вот сидела там за мной, наблюдала, как я вот разговариваю с родителями, как я себя веду. Из-под лобья наблюдала за мной, как я себя поведу, как я разговариваю. И вот она немножко расслабилась и тоже мне поверила. И помню, в первый же день она, значит, мне позвала меня и начала мне какие-то там подарки подарила даже. Муж так удивился, потому что она очень такая, она вдова, только три месяца была в браке, и родила вот дочку, и сама, как говорится, воспитала её, ну, развелась с мужем. И вот она была немножко такая очень-очень серьезная, строгая такая, впала в веру, хотя раньше была открытая, и всю жизнь вот проживает вот в таком состоянии. И, конечно, мы в тот вечер прекрасно провели время, пообщались, даже поужинали. И вот первое знакомство у меня было такое. Ну, по сей день у меня с ней нетёплые отношения, такие, как с моей младшей заловкой. Мы с ней, к ней входим в гости, она постоянно, мы дружим даже, можно сказать, подружились. Она очень тёплый человек, а это ждёт от меня каких-то действий, что я брошу её брата. Вот до сих пор у неё какое-то недоверие, потому что я не мусульманка. Но родители меня приняли хорошо, хотя нашу роспись в ЗАГСе отец не явился, не пришёл. И вот присутствовала только младшая заловка, мама его пришла на нашу роспись. До сих пор они всё наблюдают за мной, хотя спустя шесть месяцев после нашего совместного житья с мужем отец уже изменил отношение ко мне. Первое время он не доверял мне, но сейчас потеплел заметно ко мне. И даже помог нам с мужем, хотя он ничего не подарили они во время свадьбы. Но потом эту квартиру, в которой мы сейчас живём с мужем, она была около семи лет, его бывшая жена подавала в суд, чтобы хотела забрать всю квартиру. Но у неё ничего не получилось, и пришло заключение из суда, что нужно было выплатить какую-то сумму. И у нас, естественно, такой суммы не было. И вот отец, знаете, что сказал? Мне так приятно было даже. И мой муж был в шоке от этой новости. Вот отец спросил его, твоей жене нравится этот дом? Он сказал, очень нравится. Я говорю, даже вот у нас нет такой суммы, мы подаём квартиру на продажу. Он сказал, нет. Если Светлане нравится этот дом, то я помогу вам с деньгами. Представляете, он дал такую сумму, нам помог, что я вообще по сей день благодарна ему. И сказал, что это всё благодаря Свете. То, что она такой добрый человек, без плохих замыслов, что у неё чистая душа и доброе сердце. Так вот, друзья мои, самый первый минус и очень значимый, это всё надо начинать с нуля. Знакомство с семьёй, знакомство с городом, знакомство с окружающим миром и всему учиться. Вторым минусом является разговорный барьер. Если кто-то не знает иностранный язык, на котором разговаривает ваш муж и где вы проживаете в этой стране, то, действительно, это очень сложно будет. Но у меня были кое-какие навыки. Я раньше, семь лет назад, кое-как учила преподавателя в течение трёх месяцев турецкий язык, поэтому у меня были основы грамматики в меня вложены. А после общения с мужем я постепенно-постепенно начала вспоминать. Но я на этом не остановилась. Я, когда приехала сюда, я, конечно, изучала турецкий язык в онлайн-курсах, в интернете и бесплатные. И я постоянно взяла привычку каждый день садиться, как будто я хожу в школу или на курсы. Вот так вот я изучала турецкий язык. И, конечно, общение с мужем. Он очень много помог мне, очень много объяснял мне. И был, как говорится, моей шпаргалкой, палочкой-выручалочкой. А также я изучала турецкий язык с помощью телевидения. Ну, в общем, друзья мои, я смотрела передачи. У меня были любимые передачи, особенно передачи «Емектриист». Именно там можно изучить такую вот разговорную речь бытовую, а не то, что там грамотную. Именно практики наберетесь в этой передаче. А также смотрела старинные турецкие фильмы. Очень мне нравятся. Естественно, мой муж все объяснял мне. Конечно, до сих пор я не понимаю. Чисто не говорю я, чисто не еще идти и идти, расти и расти. Но сейчас, может, я очень много разговариваю на русском языке. Конечно, это тоже действует, потому что нужно побольше разговаривать на турецком. Только у меня сейчас общение, в принципе, с турецким мужем и с родственниками. Больше у меня нет общения на этом турецком языке. Но вот второй минус – это разговорный барьер. Так, и еще одним минусом, ну, такая вот проблема хорошая, это отношение детей к нам, к женам. Мне, наверное, повезло. Повезло в чем? В том, что у моего мужа двое детей, но они с ним не общаются. Я не знаю, конечно, он очень тоскует, но вот его первая жена так сделала, что настроила детей против отца, потому что они хотели, чтобы он помирился с мамой, но он наотрез отказался. И вот они сказали, если ты не хочешь нашу маму, значит, у нас нету отца плохой отец. Он никак не общается. Даже вот недавно, сколько раз дети встречались, прямо проходили мимо, шли навстречу нам, они никак не отреагировали. И, конечно, моему мужу это было очень больно. И я вот как-то пыталась сначала вывести на контакт, уговаривала, но он сказал, не вмешивайся. И если мужчина турецкий говорит, не вмешивайся, девочки, лучше не вмешивайтесь, потому что не нужно лезть в души их, потому что это может быть в урон вам. Так вот, я слышала очень много семей, девочки, которые вышли замуж, и даже бывают такие ситуации, у которых дети живут с отцом. Но есть и ситуации, у которых дети живут с матерью, но приходят постоянно к отцу. И действительно, ой, какие там проблемы, спокойной жизни там нет. Потому что, во-первых, дети будут все равно ревновать новую жену, молодую, русскую, или иностранку всегда будут ревновать к отцу, всегда будет что-то делать не то. Понимаете, устраивать сцены ревности, какие-то неприятности. Может сделать вам назло что-то, портить отношения с мужем. Но я даже не знаю, что посоветовать вам. Наверное, я вот посоветую по себе выбирать таких мужей, у которых нет детей, или с которыми они не общаются. Уж Бог меня простит, но действительно, если вы хотите спокойно жить, то выбирайте уже таких мужчин. Ну, а третий такой самый минус – это твоя жизнь начинается с нуля. Понимаете, мы жили, когда в другой жизни, в другой стране, у нас жизнь была по-другому, мы были самостоятельные женщины, а сейчас мы должны кому-то подчиняться, кому-то промолчать, на что-то закрыть глаза. То есть мы должны менять себя саму, то есть менять свое отношение к жизни. Я, например, все поменяла. Например, поменяла стиль одежды, поменяла, перестала ругаться. Иногда у меня было такое, что я там, ну, нехорошие слова говорила. Бывало такое там, ух там, не хочу говорить. А здесь ничего не получается, потому что он был очень культурный, вежливый. И когда я что-то даже на турецком один раз плохое слово сказал, он сказал мне, что я больше этого не слышал. Представляете, в какую среду я попала? Ну, так вот, я очень много работала над собой, и чтобы прийти к этому счастливому браку. Мы не молодые уже, не первый раз замужем ходим, как говорится. И поэтому, если вы хотите быть счастливыми, закрывайте глаза на эти минусы, потому что жизнь прекрасна. Слава Богу, есть и большие плюсы. Плюсы, о которых я поговорю в следующем видео. Ждите моего видео. Очень много есть плюсов брака за иностранца.